Создается армия, которая в случае поражения станет могильщиком режима. Вы потеряли связь народа, вы не знаете, что он на самом деле думает. В Иране и в Китае выходить на улицу не менее опасно, чем в России. То есть вы считаете, в России нормальным будет гигантское первопролитие? Ну а как еще лечатся? Электрошоком лечат просто. Вы не его большевик. Сегодня ни один западный политик не может сказать Украине, когда остановиться. И вообще-то путинская война. Замени Путина, все будет хорошо. Гарри Каспаров сегодня оказывает финансовую помощь Украине и пытается объединить критиков Путина за рубежом. Он рассказал программе «В тренде» о том, почему Россию неизбежно ждет хаос, как на это реагировать Западу и какое слово должны забыть российские оппозиционеры. Гарри Каспаров, добро пожаловать снова в программу «В тренде» на Deutsche Welle. Всегда готов. Вы продолжаете пытаться собрать российскую оппозицию, как-то объединить и так далее. Так успехи. Наверное, термин «объединить» не очень удачный. Потому что для того, чтобы объединяться, надо понимать вообще, какова конечная цель. Вот разговоры, скажем, о демократическом транзите, на мой взгляд, они довольно ущербны без понимания того, куда мы направляемся. И с одной стороны, 9,5 месяцев войны, они некоторые проблемы, разделявшие российскую оппозицию, как бы отодвинули в сторону. Но сегодня даже те, кто чувствовал себя вполне комфортно во времена аннексии Крыма и считал, что это не должно мешать, на мой взгляд, квазиоппозиционной деятельности в России, сегодня научились, пусть, конечно, с запинкой, но говорить «Крым украинский». Понимаешь, на самом деле, есть исторические тренды, с которыми лучше не конкурировать. Но, тем не менее, остаются еще вопросы, которые... Вы имеете в виду команду Навального? В первую очередь, Навального, на самом деле, это довольно большое количество людей, скажем так, либеральных убеждений, которых Максим Резник очень метко назвал либералов 23 февраля. Те, кто, в общем-то, до 23 февраля включительно, до начала полномасштабной агрессии, считал, что у России гибридная демократия. Да, конечно, это не западная демократия, но, тем не менее, жить можно. То есть, конечно, там дерьма много, но все, дышать еще больше. С моей точки зрения, как раз, вот эта прослойка российской оппозиции, она во многом, скажем так, притупила чувство Запада. Потому что были голоса, ну, в том числе и мой голос, говорившие о том, что война неизбежна, о том, что Путин готовится к масштабному противостоянию не с Украины, а с Западом. Это экзистенциональная угроза Западу. Но голоса, разрозненные в таких одиночках, как я, тонули вот в общем фоне. Ну, что вы, надо продолжать сотрудничество. Ну, Путин же не пойдет на такую авантюру, надо делать бизнес. Ну, вам же скажут, скажем, есть люди, которые руководят какими-то, не знаю, правозащитными организациями или журналистскими коллективами, скажут, я не могу, я не могу себе... Где, в фашистской Германии? Какая может быть правозащитная организация в Путинской России? Это, а что журналисты какие-то, которые работают в... Нет, 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 не может быть. Журналист, прекрасно. Журналист, который, который боится пойти на конфликт с властью, уже не журналист, на самом деле, он заложник. Не важно, что у него семья, там, у него театр, у него коллектив. Все, ты к ней журналист больше. Ну, тогда живи спокойно, но не прикидывайся журналисту, не делай вид, что ты занимаешься деятельностью журналистской и, по себе даже, боже, оппозиционной. Я признаю право этих людей, как бы, вот, вот, действительно, забудьте только о себе и о своей семье. Но не надо, как бы, эти солдаты портить фон вообще. Это вопрос, например, отношения к войне. Вот, война это, которую ведет Путин, или война, которая ведет Россия? А кто ее ведет? Безусловно, Россия, конечно. Что это российская война, так же, как война, война Вторая мировая велась не Гитлером, а гитлерской Германией. Да, это путинская Россия, но в данном случае, так же, как ГЕС был прав, говоря о том, что нет феврора, нет Германии, понимая, что это на тот момент был, как бы, вот, единое, единое целое. Так же прав Володин, сказав о том, что сегодняшняя Россия, это путинская Россия. Потому что это не только Путин, это, на самом деле, вот, та глубинная фашизация общества, которая позволила войне не только начаться, но и принять такие чудовищные, уродливые формулы. Это же не просто преступления, которые творятся на земле, но, можно сказать, да, вот, война, там, понятно, солдаты, что с них взять, там, они возбуждены, они, хотя это все равно военные преступления, мы все понимаем. Но мы же видим, что это не только солдаты, на самом деле, солдаты готовят вполне себе достопочтенные люди в студиях телевизионных, которые рассуждают о том, как там поэффективнее, там, заморозить украинцев, как убить побольше людей. На самом деле, этот процесс, вот, подготовки расчеловечивания, он шел уже много лет, и сейчас он продолжает с ударными темпами. Уникальная ситуация, в России нет антивоенного протеста сегодня, ведь это факт, на самом деле. А вот все это недовольство, это вот, когда конкретно меня это касается, вот, вот, мы, а, не хотим, конечно, участвовать в войне, понятно, что большинство людей не хочет, они участвуют, но, если доходит дело до мобилизации, а сейчас она начнет принимать уже более такие массовые формы, то это вопросы, которые волнуют родственников, в первую очередь, там, матерей, отцов, это, а как вот, как вот экипировали наших детей, как вот, почему их отправили в Украину с плохим оружием? С другой стороны, если мобилизация действительно станет массовой, то, может быть, и протест сдвинется с просто экипировкой? Ну, интересно, что пока не сдвинулся, на самом деле. Более того, есть ощущение, повторяю, ощущение, потому что там трудно доверять вот этим цифрам, которые мы там читаем, что уровень поддержки войны может даже увеличился, потому что война становится как общим делом. То есть, в конце концов, отправили там своего там сына, сыновей, там, братьев на войну, кто-то погиб, кто-то ранен, так люди начинают, скажем, реагировать по-разному. И во многих случаях это возбуждение ненависти к Украине, а не к тому, кто послал их умирать туда. То есть, мы пока не видим антивоенного протеста, мы вообще не видим, как говорится, протеста. Вот был в начале войны, вот можно предположить, что процентов 10 российского общества, может быть, 15. Это те люди, которые не согласны были с войной по морально-этическим соображениям. Вот война преступная, понятно, что это чудовищно. Они выходили на улицу, там, сотни тысяч людей выходили на улицу, там, по-моему, 16 их было арестовано. На этом все кончилось, как бы, большинство этих людей либо уехало, либо просто легло на дно. Но, в целом, вот тот протест, который мог бы послать сигнал власти, его нету. При этом, я понимаю, конечно, протест сегодня в России, вещь, сопряженная с колоссальным риском, не только для здоровья, но и для жизни. Более того, я не призываю никого выходить на улицу, потому что я в безопасности смогу это говорить. Я просто хочу указать на то, что в Иране и в Китае выходить на улицу не менее опасно, чем в России. Тем не менее, люди там выходят. При том, что там, как бы, вот такого кризиса, как в России, нету. Мы имеем дело со стагнацией общества. Понятно, что, там, это, если брать историческую аналогию, наверное, Германия, там, конца, там, 43-го года. И ясно, уже никакой демонстрации массовой не может быть, потому что, там, гестапо все контролирует. Ну, скажут, вы же будете с границей уже скоро, там, будет 15 или сколько-то лет. Вы потеряли связь с народом. Вы не знаете, что он на самом деле думает. А кто знает, что он на самом деле думает? А какое это имеет отношение к тому, что происходит сегодня в Украине? У меня вообще вопросы жизни и смерти, они, вот и вообще того, что происходит в Украине, вот этих преступлений чудовищных, которые сейчас там творятся. От имени России, между прочим, российским оружием убивают людей, оставляют их, там, мерзнуть без света, без тепла, без воды, без еды. А какое это вообще-то имеет отношение к тому, что думают там люди? На самом деле, власти можно простить преступления. Это мы в России знаем, проходили много раз. Но российское общество никогда не прощало власти пор поражения в войне. Поражение в войне, особенно в той войне, которая проходит слишком близко, это даже не японская война. Бог знает где. Это вот война здесь, под боком. И ее результат, если он будет таким, как мы ожидаем, катастрофическим для России, с военным разгромом, с возвращением всех украинских территорий, с украинским флагом Севастополя, это шок для общества. Ну а как еще лечится? Электрошоком лечит просто. А это тот будет шок, который, я надеюсь, будет эквивалентен бомбежкам немецких городов, потому что все-таки очень хочет, чтобы Россия вернулась на эту стезию цивилизации без того кошмара, который пережили немцы и японцы в 45-м году. А вы знаете, есть целый ряд людей, которые считают, что Путин сможет представить даже уход из Крыма как великую стратегическую победу в обеспечении безопасности России. С Крыма не сможет. Дело в том, что диктатуры, они же живут символами. Вот есть некоторые вещи, которые нельзя, это скрепа, достать ее нельзя. Крым, вот Донбасс еще, я еще готов понять, что может быть как-то удастся описать стратегически. Крым это то, на чем выстраивался путинский консенсус. Скрыть разгромное поражение невозможно. Кроме того, это же не вообще-то потери Крыма или Донбасса с точки зрения Путина. Это на самом деле поражение в войне, а это означает, что в Россию вернутся сотни тысяч обозленных вооруженных людей, плюс несколько миллионов беженцев. Это другая история совершенно. И я хочу посмотреть, как с этими людьми, которые будут понимать, что их обманули, что они участвовали в этой войне. В общем, большинство из них понимает, что они делают. Там будут офицеры, которые тоже будут чувствовать, что их бросили в эту безумную войну, что они возвращаются ограблены. И делаем проекцию. Несколько сот тысяч вот этих людей с оружием возвращаются, беженцы, экономическая разруха. В стране, в которой один из самых высоких уровней в мире по социальному расслоению. Но если это не все ингредиенты гигантского социального взрыва, я не знаю, что это такое. Война уже проиграна. Нет, на самом деле с войной кончилось. Россия перестает быть уже после поражения в Украине, перестает быть вот той державой первого класса. Это второстепенная страна. Ну да, осталось ядерное оружие, но никто там кнопки нажимать не будет. Ядерная война не будет? Путин не ударит ядерным? Даже тактическим оружием? Ну, опять, для этого требуется желание большого количества людей, желающих рискнуть собственную жизнь. Я думаю, что все эти адмиралы и генералы думают о том, как бы сохранить то, что на вооружу. Вот сейчас слишком большие деньги разыгрывались в этих военных лотереях. Ну, я говорю, военный бюджет. Это самая же вкусная часть российского бюджета была. Мы говорим про полтриллиона долларов за 10 лет, если нам верить официальной статистике. Ну, потому что триллион потратили примерно, 820 миллиардов официально, и еще там какую-то кучу денег в закрытых фондах. Только вот эти сотни миллиардов, которые они украли, вот что они ради безумного диктатора, который готов все поставить на код, они что, откажутся от... Зачем? Мы только-только подходим к моменту, когда они начнут осознавать, что война проиграна. Да, ее нельзя уже выиграть, это они уже понимают. Но между нельзя выиграть и проиграна война, большая дистанция. Вот даже если мы послушаем сегодня там Олафа Шольца, канцлера Германии, его выступление, принципиально отличаясь от того, что он говорил до 24 февраля, и даже от того, что говорил полгода назад, это совсем другой человек. И тем не менее, Шольц избегает слов о победе Украины, не дать России победить, не допустить поражения Украины. Но все равно там нет слова о победе Украины. Все равно в сознании большого числа людей, которые могут совершить, если не, ну, назовем так, переворот в России, война еще не закончилась, и ее контуры поражения не определены. Все-таки российская армия окопалась, а прийти в Днепр не так просто. Но как произойдет поражение, то тогда, вы скажете, будет социальный взрыв. А дело уже, поражение создаст вот ту критическую массу, потому что поражение вбросит в Россию вот эти сотни тысяч вооруженных людей. Пока эти люди идут в ту сторону, в Украину идут, вот, пока идут. И там новая мобилизация создает большее количество людей. Кстати, опять, это ингредиенты 1917 года. Создается армия, которая в случае поражения станет могильщиком режима. То есть вы считаете, в России нормально будет гигантское правопролитие? Ну, я думаю, что оно не будет гигантским, оно, безусловно, произойдет, потому что страна должна погрузиться в хаос. И единственный способ России выйти на столбовую дорогу от цивилизации, это вот то, что я говорю, дефолт, государственный дефолт. Когда становится очевидно, что ничего не работает в условиях, когда страна находится под санкциями. Если Запад готов выдержать вот эту позицию, самая принципиальная позиция из этих трех. Потому что первая позиция понятна, как бы, на словах Украина должна восстановить территориальную целостность. Второй вопрос, это репарации. Тут все, как бы, все хорошо, Европа вообще готовится к конфискации денег. Вопрос третий и самый главный. Трибунал. Суд над военными преступниками. Мы говорим уже про Еврокомиссию, Европарламент и правительство европейских стран уже. Если это сохраняется, вот, как бы, третье условие. Освобождение всей украинской территории, репарации и суд над военными преступниками. Пусть даже верхушка военных преступников. Как условия снятия санкций с России невозможно представить. Я не могу, например, я, конечно, не экономист великий, но я не могу представить стабильного правительства в России, которое могло бы в этих условиях существовать. Когда начинается этот хаос, я думаю, что возникнет большой запрос. Причем это даже не запрос глубинного народа. В конце концов, есть там какой-то, там, несколько тысяч семей, как бы, как считается. Ну, вот, вот, даже не чисто олигархитики, а просто вот этот, вот этот, так называемый, элитный слой. Относительно богатый, относительно улетний людей. На что возникнет запрос? На то, чтобы в стране был порядок, чтобы было правительство, которое сможет восстановить нормальные экономические отношения с цивилизованным миром. И в этот момент, если Запад готов играть в эту игру, у России появляется шанс. Я повторяю, это шанс. Это не означает, что там все будет идеально, но может возникнуть ситуация, когда главы многих регионов, тоже не ангелы, естественно, но могут прийти к выводу, что надо было найти какие-то компромиссные фигуры, с которыми Запад будет работать, и мы как-то договоримся. То есть, могут начать возникать условия для вот того самого транзита к новому конфедеративному государству. Потому что все-таки регионы, конечно, будут требовать гораздо большей доли свободы. Большинство регионов же, очевидно, совершенно видят эту войну как войну Путина. Важно вектор определить. Вот определяться в процессе этих компромиссов будет вектор. Или этот вектор станет азиатским, и тогда Россия будет распадаться на части. Китай отхватывать будут здоровенные куски там, ну, ровно просто за счет массы просто. Понятно, что там Восточная Сибирь, Дальний Восток, они, в общем, в сфере находятся экономической, там Китай, может быть, Япония что-то проснется, там что-то захочет, тоже что-то отхватить. Может быть, появится республика Саха-Якутия, которая сочтет, что вообще свои алмазы можно сами продавать без кого-либо. Но вот этот процесс хаоса может привести, как бронуское движение, к каким-то результатам в виде конфедерации, а может привести к сценарию, как говорится, каждый сам за себя. Такое тоже возможно. И вы спокойно к этому относитесь? Это исторический процесс. Я буду делать все возможное, чтобы на месте сегодняшней России, пусть даже с географическими потерями, потому что вероятнее всего в этих условиях такие регионы, как Татарстан или Башкортостан, захотят жить самостоятельно. Пожалуйста, Чечня, есть Дагестан. Но все-таки, на мой взгляд, есть все предпосылки для того, чтобы был найден компромисс между разными частями вот этой будущей конфедерации. Ровно потому, что есть экономические интересы и в целом определенная общность. Во-первых, есть язык, культура и более-менее схожие представления о том, как выстраивается нормальная жизнь в обществе. Мы постоянно читаем в последнее время, в основном об этом пишет американская пресса, что вот американская администрация пытается подтолкнуть Зеленского к переговорам, боятся как раз вот некоего хаоса в России, потому что Россия ядерная страна. Может быть, наоборот, все-таки надо договориться любой ценой, чтобы ядерное оружие было под контролем, ядерные станции были под контролем. Такой риск существовал несколько месяцев назад. Он был реальным, скажем, в мае, в июне, в момент российского наступления на Донбассе, когда ситуация была очень тяжелой. Пока мы ее проехали, слишком много крови пролито. И сегодня ни один западный политик не может сказать Украине, когда остановиться. Если Украина готова дальше жертвовать жизнями своих солдат и граждан, и вести войну за освобождение всей своей территории, все западные политики будут ее поддерживать. Понятно, что эта поддержка, она могла быть и больше, конечно. Но вот здесь как раз вступают в действие те факторы, о которых вы говорите. И это в первую очередь касается Америки. Не столько Европы, сколько Америки. Америка панически боится вот того самого сценария распада России. Хотя опять, никто не может дать точного расклада. И я понимаю, почему это пугает американцев. Потому что есть фактор Китая, и распад России может привести к усилению Китая. Все говорят, надо помогать Украине. Как? Что должна сегодня делать российская, для простоты скажем, российская оппозиция? Можно собирать средства. Можно на самом деле вести, в том числе и компанию. На самом деле, сегодня же борьба идет не только как бы вот... Средства, кстати, на что? Многие говорят, я не могу собирать средства на условные байрактары, которые будут убивать российских солдат. Ну, я не собираюсь на байрактар, как бы. Но давайте так, мы обо всем поговорим, когда кончится война. В принципе, организация, которую я возглавляю Renewed Box Initiative, то есть мы собрали около 8 миллионов долларов на разные проекты. Скажем, последний проект, например, это 13 тысяч спальных, ну, sleeping bags. Спальных спальных, да. Ну, которые минус 20 выдерживают, на самом деле. Это почти миллион долларов, в принципе. Это часть нашего. А мы, в принципе, сегодня мы развернули компанию, большую компанию, которая сосредоточена на трех вещах. Это вода, еда, вода и еда, тепло. На самом деле, то, что необходимо. Это установки, мы там несколько уже отправили, установки по очистке воды, например. Это вот пакеты, ну, готовой еды, которую можно там, готовой к употреблению, там, разогреть, где-то надо только их, что тоже проблема, кстати. И это вот те самые спальные мешки. Плюс там разные еще вещи, связанные с инфраструктурой украинской, которой мы пытаемся помогать. Но есть еще огромный, огромный пласт работы, связанный с той самой битвой нарративов. На самом деле, голоса из России многое могут сделать. Вот сегодня же, вот, например, когда говорим про санкции, вот, видите, вот, часто вопрос воздается, но эти санкции бьют простым россиянам. Вот, но, в принципе, вот здесь надо понимать, что мы должны подняться над этой проблемой, потому что, да, безусловно, многие наши граждане страдают, но на них не падают ракеты. Есть принципиальная разница между, там, недостатком продукта в магазине и тем, что каждый день ты ждешь, что до тебя упадет ракета, бомба, снаряд, и там бьет, и, скорее всего, уже кого-то убило, каких-то родственников твоих и друзей. Вот рассказы про то, что, ну, вот мы должны помочь, вот там, вот, вот этой матери, они сейчас протестуют, надо помочь, и надо... Кому помогать? Помогать тем, кто сегодня, как бы, так или иначе участвует в этой войне, это неправильно. Вот сегодняшняя российская оппозиция, единственная моральная оппозиция, как бы, возможность сохранить вообще, как бы, вот, свою привязку к общечеловеческой морали, это оказывать всевозможную помощь украине в выигрыше войне. Политика не делается только на мораль, она делается на практике. Если вы отказываетесь влиять на, там, условных матерей вот этих, да, на них будет влиять Путин. Ну, пусть влияет Путин. Значит, пусть украина выиграет войну, и они тогда поймут, как говорится, что это такое. Мы не можем на них влиять сегодня, вот это проблема, на самом деле. Мы влияем, как, уже делали, что могли. Если у человека есть возможность, там, слушать наши интервью, то он его будет слушать. Ну, многие, кстати, слушают, и если он не реагирует. Ну, вот здесь как раз, здесь как раз, и важна роль вот эта российская оппозиция. Вот это, естественно, война России, война Путина. Потому что вот то, что сейчас было сказано, они думают о выборах. А вот будут выборы, а мы должны... Никаких выборов не будет в ближайшие годы. И сейчас вообще надо не про выборы думать, а про то, чтобы прекратился этот кошмар, на самом деле. Единственная моральная позиция – это выступать, вот, скажем, с украинской стороны. Ровно потому, что Украина воюет с путинским фашизмом. И, увы, увы, сегодня наши граждане являются частью вот этой машины по убийству. Причем это самый, наверное, я не знаю, самый эффективный, с точки зрения человека-убийства, террористический режим в истории человечества. Ровно потому, что такого оружия ни у кого террористов не было. Сегодня российский политик – тот, кто помогает, истинно российский политик, помогает украине выиграть войну. Потому что все остальное – это вот, давайте они как-то войну выиграют, а потом мы на выборах. Какие выборы? О каких выборах мы говорим? Мы все понимаем прекрасно, что Россия пройдет через этот кошмар, вот этого распада, полураспада, не знаю, в какой-то форме будет. И поэтому сегодняшняя вот эта, не двусмысленно, она, на мой взгляд, очень такая, ну, такая мерзкая-мерзкая позиция, что вот, вот, знаете, вот мы, мы российские политики, мы не можем сегодня позволять себе критиковать российское общество. И вообще это путинская война. Замени Путина, все будет хорошо. Вы считаете, что это неправильно? Нет, это не уж неправильно. Это, во-первых, аморально, а во-вторых, это, на самом деле, бессмысленно, потому что мы понимаем прекрасно, замена Путина на кого-то ничего не меняет. Мы хотим что делать? Евроремонт или менять фундамент? Вот евроремонт, на самом деле, в этом доме, это все равно будет более красивая форма той же самой имперской сути, боже, в иной оболочке. Нужна смена фундамента. Империя себя изжила. Она уже, она, она не может быть 21 веке. Надо искать ту форму, в которой государство России со всеми его атрибутами, с русским языком, с русской культурой сможет нормально функционировать в 21 веке. Мы пока не видим, у нас пока этого контура точного нет. Но те, кто пытаются сказать, что мы тут вот сейчас ремонт красиво проведем, все покрасим, будет прекрасно, все здесь там, сантехнику новую поставим, они даривают то, что фундамент сгнил, и на этом фундаменте ничего строить нельзя. Вот как в анекдоте том старом, что там в Туле, что не собирай самого Арсенова, получается пулемет. Вот то же самое, пока не будет ликвидированы атрибуты империи. Кстати, надо говорить не только про флаг, например, а есть еще гимн, герб, вообще, как бы, много вещей, там, Мавзолей, Кремль. Вот на самом деле, вот надо просто понимать, что нам предстоит работа по искоренению вообще всей, всей вот этой имперской символики исторической, которая ведет. Понятно, что, смотрите, Кремль должен стать музеем, там не может быть правительство. Мавзолей, ну, скорее всего, там, музеем, а там, преступление коммунизма. Вот, но мы должны просто по-другому вообще подойти к выстраиванию вот того нового контура российской государственности. Знаете, в чем вас обвинят ваши оппоненты? Они скажут, вы не его большевик, вы хотите лишить россиян их истории, еще насильно переучивать. Почему лишить историю? Историю надо учить, ее нельзя лишить. На самом деле, я не против того, чтобы у нас была история. История разная, на самом деле, есть история, есть Иван Грозный, а есть Новгородская республика, на самом деле. Есть Золотая Орда, а есть Киевская Русь. На самом деле, это история. Я не против истории российской. Я не против того, чтобы мы учили и извлекали из нее уроки. И я против того, чтобы историю превращали в символ. То есть, по существу, путинский режим же, это же квинтэссенция всего, по-моему, того, всего генетического негатива, который накапливался на протяжении всей многовековой российской истории. Просто надо поставить, расставить все акценты. Я же не говорю о том, что надо Кремль снести. Это не так. Кремль есть, но только там должен быть музей, в котором будет все это рассказано. Там не должна сидеть власть. В мавзолее не должен лежать труп этот. Но это части истории, которые должны сохраниться, чтобы мы знали, откуда мы пришли и куда мы идем. И я считаю, что как раз наоборот, вот эти исторические реперные точки истории, они должны существовать. Но при этом мы должны правильно расставлять акценты и вообще говорить правду, на самом деле. Ведь прочтение истории, особенно недавней истории, оно же имеет, на самом деле, очень страшные последствия. Ведь откуда возникло вот это победобесие? Это же идет корнями из мифа о Второй мировой войне. О том, что мы можем повторить. Ведь это же чудовищно. Весь мир говорит не когда опять, never again. А мы можем повторить. И это две принципиально разные позиции. Более того, мы можем повторить, базируется на убеждении в том, что СССР выиграл войну в одиночку. Я вообще не уверен, что сегодня многие граждане России, рядовые, вообще знают, что были союзники в войне. Что Америка и Англия были союзниками. Роль Лен-Лиза максимально принижалась. На самом деле, первые два года вообще воевали только на этом практически. Если посмотреть вообще на всю раскладку, то там, включая Сталинградскую битву с тысячей машин, которые позволили загнать огромное количество солдат в тыл армии Паулюса. Это все прошло на Лен-Лизе. Мы воевали с поддержкой Америки и Англии. И только поэтому сумели выстоять и победить. Это все исчезло. И возник миф. Можем повторить. И этот миф, он привел к тому, что, ну что, мы сейчас и Украину задавим. Только выяснилось, что на самом деле повторение происходит немножко по-другому. Мы выполняем роль фашистской Германии, а Украина роль Советского Союза, которым помогают Англия, Америка и, кстати, вся Европа. Гарри Каспаров, большое спасибо за интервью. Спасибо. Спасибо.